Пожалуй, каждая будущая мама с самого начала беременности задумывается, на каком сроке начинает шевелиться ребенок, ведь ощущение толчка внутри дарит несравнимое чувство счастья. Благодаря этому будущая мама устанавливает крепкую связь с ребенком задолго до его рождения. Первое движение эмбриона происходит на 8-9 неделе, но эту активность женщина пока не ощущает, так как она незначительно. В этот период начинает биться сердце, у малыша происходит формирование нервных окончаний, необходимых для двигательной активности, а также мышечных пучков на сроке 10-11 недель. Движения у малыша пока еще хаотичные и судорожные, так как отсутствует координация. Будущая мама пока не чувствует эти толчки, так как полость матки заполнена околоплодной жидкостью, которой плавает малыш. А так как размер плода небольшой, он не достает до стенок органа, и его активность внутри остается незаметной. В период с 11 по 15 неделю у крохи формируется мозжечок и оба полушария головного мозга, что развивает координацию. Поэтому малыш делает уже движения конечностями, но мама до сих пор этого не чувствует. На каком сроке начинает шевелиться ребенок, чтобы эти толчки были ощутимы. По общепринятым нормам первые заметные толчки происходят на 16-24 неделе. По дню первой активности врач определяет предположительную дату родов. Для этого стоит прибавить 20 недель в случае первой беременности, а при последующих 22. Полученные данные являются относительными. Более точное предположение можно сделать на основании даты последней менструации, срока первого шевеления и обследования УЗИ. Сочетание этих данных позволяет гинекологу установить продолжительность беременности. По мере роста плода его шевеления будут более энергичными и частыми. Они постепенно станут для мамы уже привычными. Срок с 24 по 32 неделю считается периодом максимальной активности. К этому времени жизнь крохи проходит в определенном режиме. Большую часть суток 16-20 часов малыш спит, а остальное время бодрствует. Причем активность мамы способствует укачиванию ребенка, поэтому он при этом ведет себя спокойно. Но как только женщина садится или ложится, движения внутри становятся более выраженными. Это особенно ощущается во время ночного сна. На шевеление плода оказывают сильное влияние эмоции матери. При негативных малыш затихает, а при радостных активно пинается. Или наоборот. В дальнейшем своими толчками ребенок может выражать и требования. Активное шевеление свидетельствует о том, что он хочет, чтобы мама двигалась, так как ее движения его укачивают. Или поза блокирует поступление кислорода, ограничивая движение. В этом случае малыш сигнализирует, чтобы мама поменяла положение. В дальнейшем ритмы с женщиной ребенка будут совпадать. Дискомфорт станет менее ощутим. После 32 недели плод значительно увеличивается, ему становится тесно внутри, поэтому он уже не переворачивается. В этот период ощущаются только толчки. Меняется в это время и характер движений. Редкие толчки становятся более болезненными для мамы. Снизить дискомфортные ощущения можно с помощью длительных прогулок на свежем воздухе. Не стоит будущей маме в этот период спать на спине, так как в таком положении происходит передавливание вены, которое поставляет кислород малышу. По характеру толчков, начиная с 32-33 недели, можно определить предлежание плода. При ощущении ударов внизу живота тазовое, под грудью головное. Первое шевеление может ощущаться в разное время. Существенно влияет на это образ жизни будущей мамы. Если она проявляет активность и продолжает работать во время беременности, первые легкие толчки малыша могут остаться попросту незамеченными. Рассмотрим другие факторы, которые влияют на сроки. Это вес мамы. Если у женщины на животе присутствует прослойка жира, она может приглушать первоначальные толчки. Более сильные движения будут ощущаться немного позже. Закрепление плаценты. Расположение ее на передней стенке матки приводит к отсрочке появлению первых ощутимых движений малыша, так как это снижает чувствительность. Последующие беременности. При первом вынашивании малыша мама ежедневно прислушивается к своим ощущениям, так как они для нее являются новыми. При повторных беременностях они становятся привычными, поэтому женщина может не сразу реагировать на движения внутри. Также матка с каждым последующим разом все более растягивается, поэтому особенности двигательного процесса ребенка становятся менее выраженными. Ближе к предполагаемому сроку активность малыша уже становится явно ощутимой, поэтому переживать раньше времени не стоит. Срок появления первого шевеления индивидуален. Характер ощущений и причины повышенной активности. Причины повышенной активности могут быть неудобная поза мамы или эмоциональное состояние мамы. Каждая женщина по-разному описывает первые движения крохи, которые она чувствует, но все они сходятся во мнении, что это ощущение безмерного счастья и радости. Вот распространенные ответы мам, которые описывают первое шевеление. Это порхание бабочки внутри, нежное поглаживание, легкое щекотание или толчки, касание перышка. Иногда женщина путает первое шевеление с перистальтика кишечника, так как ощущает своеобразное перекатывающее движение. Но при внимательном изучении становится понятно, что это происходит намного выше предполагаемого органа. По мере роста плода меняется частота толчков, длительность периода бодрствования и отдыха, а также характер ощущения. Изначально места в матке достаточно, поэтому движение не так явно чувствуется, кроха редко дотрагивается до стенок органа. Поэтому женщина в период с 24 по 28 неделю фиксирует большие перерывы между активными движениями внутри. Иногда их длительность может составлять сутки. Но это не означает, что ребенок перестал двигаться, а просто он свободно перемещается в околоплодные жидкости. Начиная с 28 недели, малыш двигается намного чаще, его толчки ощущаются до 10 раз на протяжении 3 часов. Это является естественным и закономерным процессом. Чтобы отследить регулярность движений малыша, будущая мама должна на протяжении дня проводить подсчет шевелений и фиксировать длительность перерывов между ними. При этом нужно записывать время каждого 10 толчка. Если женщина считает, что период спокойствия затянулся, она должна поменять положение тела, покушать, так как питание активизирует малыша. Затем нужно зафиксировать частоту движений на протяжении двух часов. Если общее количество толчков от 5 до 10 раз, такая подвижность считается в пределах нормы. В случае отсутствия шевелений в течение этого времени, женщина должна немного походить, а потом прилечь. Эти манипуляции помогут спровоцировать активность крохи. При отсутствии шевелений на протяжении трех часов и более нужно обратиться к специалисту, а также необходима консультация при снижении активности малыша. Одним из поводов для беспокойства является чрезмерная активность малыша, которая сопровождается бурными хаотичными движениями, чего не было замечено раньше. Но при этом не стоит путать их с периодическими толчками, с помощью которых малыш делает знаки, чтобы мама поменяла положение. Причины повышенной активности могут быть различными. Выявить их помогает специальная диагностика. В случае обнаруженных отклонений врач назначает терапию. Опасным симптомом также является отсутствие активности на протяжении 10 часов. Этот признак свидетельствует о гипоксии, то есть малыш испытывает кислородное голодание. Патология бывает двух форм. Острая. Ситуация сложная, требует незамедлительной медицинской помощи. И хроническая. Необходимо лечение, но состояние не является критическим. При гипоксии малыш изначально начинает метаться, а также бурно двигаться. Но через определенный период шевеления полностью исчезают. Для устранения кислородного голодания проводится специальная терапия, но в некоторых случаях решается вопрос о немедленном родоразрешении, чтобы спасти ребенка. Когда это необходимо сделать, решает врач на основании состояния матери и малыша.